В Одессе сегодня не обошлось без конфликтов. Впрочем, столкновения 23 февраля в городе уже традиционны. Кто против кого выступал и почему полиция прибегла к задержаниям? С подробностями Андрей Анастасов. С утра одесситы идут на Аллею Славы возложить цветы к памятнику неизвестному матросу. Говорят, для них день советской армии праздник. Но впереди кордоны полиции и нацгвардии. Правоохранители объясняют, поступил анонимный звонок о якобы минировании этой территории. Поэтому внутрь никого не пускают, работают взрывотехники. Но люди расходиться отказываются. Заминированы, говорят. Пусть с ними вместе взорвемся. Вот здесь герои наши. И почему дети, я, моя жена, ну все мы не можем положить цветы. Мне сердце плачет. Одесситы поют песни военных лет и танцуют. За всем этим в стороне наблюдают активисты майдановских организаций. Они пришли выразить протест против торжеств в честь 23 февраля. Этот день они называют праздником оккупантов. Возникают словесные перепалки. И вот в какой-то момент полиция решает задержать одну из женщин. У нее на одежде георгиевская ленточка. Куда вы забираете? Куда вы забираете? Куда вы забираете? Куда вы забираете? Ребята, она что, задержала кого-то? Она кого-то ударила или что? В чем проблема? Суматоха, толчая. Соратники пытаются отбить пенсионерку у полиции. Но правоохранители в итоге увозят ее в райотдел. Позже объясняют, женщина совершала хулиганские действия. И чтобы не начались массовые беспорядки, ее задержали. Согласно закону украинской полиции, есть такое понятие, как превентивное мероприятие. Полиция провела превентивное мероприятие с целью недоповещения дальнейших конфликтов. Женщину из райотдела тут же отпустили, а вот на аллее страсти не утихали. Идеологические оппоненты продолжали осыпать друг друга оскорблениями. Иногда это приобретало весьма необычные формы. Нет! 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 Одновременно с этим полиция частично сняла кордон. Людям разрешили проходить к памятнику небольшими группами. Цветы одесситы все же возложили. Поклонимся нашим отцам и дедам. Теперь полиция ожидает повторения подобных событий 10 апреля. В этот день Одесса отмечает годовщину освобождения города от гитлеровских захватчиков. А значит будет возложение цветов и снова угроза уличных волнений. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса.